Всем привет, вы на канале CryptoCommons, на самом охуительном криптоканале во вселенной. И перейдем сразу к делу, к графикам, к нашим любимым графикам. А хотя нет, подождите, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-топ-э. Сначала мы перейдем к другому делу. Ребята, спешу вам сообщить, что у нас завершился новогодний гивэвэй, где мы разыгрывали 56 Dash на все вот эти каналы, по 8 призовых мест на каждом канале. И конкретно в нашем канале победитель, вот половину победителей, которых рандомным образом выбрал бот, половина из них еще не забрали свои призы. Поэтому, ребята, ссылку на пост оставлю в описании, если не забуду. Конкурс честный, рандомные люди, половине уже отправил призы. Вот показываю, чтобы вы видели, реально уже отправил призы. Я, поскольку за два канала отвечаю, за CryptoCommons и за Moon.ru, на которые тоже, кстати, подпишитесь обязательно. Там тоже был такой конкурс, там другие, вот они, ребята. Из них половину тоже еще не забрали. Вот, поэтому транзакций больше. Вот видите, по одной монете Dash я отправлял сегодня в течение последних пяти часов. Вот это другая транзакция, это личная транзакция, поэтому 3.5 Dash. Вот, так что, ребята, кто еще не отписался, спешите скорее уже, наконец-таки, в Телеграме под постом дать свой кошелек Dash. Вышли вам призы. Вот, теперь. Итак, что мы здесь видим? Что биткоин снова прокалывает на недельном таймфрейме сетку EMA Ribbon. Как он делал же это здесь? И многие говорят, ну все, если вот это все не видеть, как у нас уже было. Многие говорят, ну все, мы прокалываем сетку, это медвежий рынок, да, и так далее. И, конечно, звоночек в целом-то тревожный, когда мы прокалываем, потому что в бычем мы должны все-таки отбиваться от него, как от поддержки, да, и лететь. Вот, но с другой стороны, я хочу заострить ваше внимание на том, что мы уже так делали вот здесь, и получается, что статистически мы можем опять снова сделать так же здесь. Тем более, фрактал практически идентичный вот этот падающий клин тому, что происходит сейчас. Вот, и продолжить рост, потому что по всем индикаторам, конечно, и по фундаменталу, и по ончейну, и по желтым точкам нашим любимым давно уже пора, как говорится, отскакивать. Тем более у нас с вами индекс страха и жадности уже месяц лежит на страхе и упал на экстремальный страх. Собственно, что исторически является лучшими моментами для покупки, как вы можете знать. О чем свидетельствует этот скрин, где некий добрый человек нанес на график биткоина все эти значения. То есть, смотрите, каждый раз, когда индекс страха и жадности меньше 20, это всегда, абсолютно всегда, без исключения, лучшее время для покупки. Ну, разве что вот здесь мы потом упали еще ниже, но локально, в целом, ну, как бы на трейд, на отскок это всегда работает. То есть, сейчас, даже если вы думаете, что мы пойдем еще ниже, то сейчас отскок напрашивается. Опять же, статистически, исторически. И также, когда индекс страха, индекс жадности, точнее, выше 80, соответственно, это уже говорит о том, что мы близки к пику и будет сильная коррекция, да? Как везде вот здесь отмечено. Ну, и мне, конечно, прилетают в личку кучу вот таких вот сообщений. Это еще вчера было по Дэшу, по 123, что типа вот индикатор CM stock MTF показывает всегда идеально абсолютное дно на недельках. И вот он его показал, поэтому очевидный лонг, собственно, происходит здесь сейчас. И Дэш, надо сказать, вообще отбился получше, чем остальные криптовалюты, посмотрите, которые все еще находились в красной просадке. Дэш уже дал 10% к битку. Что мы можем видеть как раз здесь, что Дэш к битку уже пошел отбиваться. Там какие-то вбросы про то, что в Meta Walmart можно купить за Дэш сейчас, я не знаю, наверное, это фейк очередной. Но, тем не менее, пошел отбиваться от своих супер перепроданных уровней, о которых мы и говорили. Вот она, желтая точка, которая год нам сигналит уже на то, что это дно. И вот оно, двойное дно. Так что посмотрим, как это не работает на дальней дистанции. И посмеемся вместе над теми, кто смеется сейчас. Хорошо смеется тот, кто смеется последний, как вы, наверное, знаете. Поэтому по Дэшу все очень хорошо. По биткоину вернемся все же к нему, да. Смотрите, мы прокалываем сетку AMA Ribbon. Прокалываем на диком страхе. Ждем локальный отскок. Я вам хочу сказать, что по общей капитализации крипторынка, если вы посмотрите вместе с альткоинами, мы не прокалывали сетку AMA Ribbon. Не здесь, не здесь. То есть, о чем это нам говорит, что на битке? На битке у нас более спекулятивно надутый вот этот весь пузырь был с 10 на 60 тысяч. Потому что, когда мы, например, первый раз были на 30, вот здесь вот, это и была честная цена. И сетка подтянулась. Видите, лента средних скользящих. То есть, если бы мы пошли вот так вот вбок, вместе как вот пошла лента, сетка AMA Ribbon, то это была бы честная цена. Вот смотрите, выключаем свечи. Вот, вот честная цена биткоина, да. Грубо говоря, в марте это было 35 тысяч, в сентябре это было 37 тысяч, да, там плюс-минус. И сейчас это уже там 47 тысяч. То есть, вот зачем надо наблюдать за мувингами, ребята. А когда мы так сильно обгоняем мувинг, конечно, мы потом к нему возвращаемся и под него ныряем. Снова, смотрите, сильно обгоняем мувинг, под него ныряем. То есть, тут все налицо. Биток был очень сильно перекуплен вот в этой зоне по сравнению с альтами. Поэтому, собственно, альты к битку многие дампились. Почему все говорят, где альт-сезон? Вон, доминация на all-time low, то есть, должен быть альт-сезон просто супер-пупер. А в итоге мы видим, что стреляют отдельно взятые какие-то шибы, сенды, там, аваксы, саланы, там, да, дожкоины. Но они же стреляют все-таки, поэтому давайте не будем, да, там луна и все эти дела. Они стреляют, в разное время стреляли разные монетки, поэтому альт-сезон все-таки есть. Но другой вопрос, что основные монеты еще даже особо не зашевелились. Но сейчас очень критический момент, посмотрите, потому что доминация собирается пробивать all-time low. И вот это будет триггер, конечно, к супер-массивному альт-сезону. Там даже говнокойные, не удивлюсь, если улетят на 1000 долларов многие из тех, которые сейчас стоят там 200-300. Вот, поэтому, слушайте, биток, я еще раз говорю, он слишком обгонял здесь время, обгонял свою справедливую цену. Как и эфир, кстати говоря, эфир то же самое. Посмотрите, как он бодренько улетал. По эфиру здесь даже была лопающаяся вершина, очень было похоже на начало медвежьего рынка, да. Но после этого, когда мы сделали перехай, стало понятно, что это еще не медвежий, тем более мы все это время удерживаем сетку. Посмотрите, эфир, в отличие от битка, под сетку не проваливался. Понимаете, какой расклад. Вот, соответственно, да, общая капитализация рынка не проваливалась, капитализация альткоинов вообще еще выше удерживалась в сетке. И капитализация альткоинов без эфира, то есть самых спекулятивных, вообще очень хорошо себя показывает. Поэтому, друзья, абсолютно точно ведется спекулятивная игра против нас с вами, против обычных юзеров криптобирж. Особенно тех, кто торгует с маржиналочкой. Поэтому, слушайте, ну не ведитесь вы на эти проколы. Если вы увидите закреп ниже этой сетки, да, потом мы отобьемся от нее как на отскоке, как от сопротивления, и полетим вниз, то, конечно, это будет уже тревожный звоночек, и бычий рынок, наверное, отменится. Хотя, с другой стороны, все равно до тех пор, пока мы не пробьем этот ультимативный лоу 29 тысяч, все еще мы сможем удержать эту фигуру большего поджимающегося треугольника, да, или восходящего клина. Кто-то говорит, что это сейчас гигантский восходящий клин рисуется на битке, который типа медвежий паттерн. Но, блин, слушайте, на бычьих рынках это, на самом деле, бычий паттерн, который пробивается наверх. И мы имеем дело с удлиняющимися циклами, поэтому, еще раз вам говорю, удаляя все, что я нарисовал, просто обратите внимание на мувинги. Вот вам честная цена биткоина. Выключаем свечи. Вот честная цена биткоина. Вот она. Она все еще находится в аптренде. Так что отставить панику, хомяки. Давайте посмотрим на Dash. Вот по Dash, тут гораздо более интересная штука. Опять же, если не смотреть Dash BTC, мы смотрим Dash к биткоину, не смотреть свечи. Посмотрите, здесь очевидная же есть вещь. Компрессия сетки MA Ribbon происходит, да, сжатие. Сжатие сетки, о чем нам говорят? Что очень скоро произойдет вот это. Произойдет флиппинг, то есть разворот сетки. Желтая линия станет сверху, красная снизу. Потому что, ну, в какой-то момент сетка превратится в прямую линию просто. И по закону тяготения, по закону равновесия в природе начнет туземунить. Понимаете? Вот почему так хорошо сейчас сидеть в Dash. И, кстати, еще раз мы заговорили про Dash, давайте врубим свечи. Тут, конечно, пока еще туземуном не пахло, но это генезис туземуна, ребята. Это начало всех начал. Говоря про Dash, кто-то в чат написал сегодня, что перевожу весь эфир в Dash. Типа пробили клин. И да, слушайте, вот я вижу сейчас тоже. Я рисовал этот падающий клин уже не знаю, сколько лет. Как говорится, обещанного три года ждут. Вот я сам уже три года жду возврат Dash к паритету в цене с эфиром. Смотрите, здесь тоже была желтая точка на Cypher. Гигантский дивер. Абсолютное дно, ниже которого мы чуть-чуть ушли. Как эта желтая точка отрабатывает? Я много раз говорил, она не отрабатывает в моменте. Она отрабатывает, что это почти дно. И в итоге мы отскакиваем оттуда. То есть это сигнал, после которого можно успеть еще набрать позицию. Всю дорогу здесь набираем позицию. И вот мы сейчас видим отскок, начинается. То есть смотрите, мы вышли за пределы этого сопротивления, можно так сказать. Там человек, правда, по-другому его рисовал. У него получилось прям точно, что мы сейчас тестируем его как поддержку. Я просто слишком глобально рисовал. А если вы проведете как-то вот так, например, то вы увидите, что мы пробили эту линию, протестировали ее снова и отбиваемся от нее. То есть в принципе тут сигнал на очень-очень сильное движение. Потому что я хочу напомнить тем, кто новичок на рынке и не в курсе, может быть, Dash с Ethereum стоили на заре один к одному. Причем Dash стоил даже больше, чем Ethereum. Вот тут 1.06, но это не полный график. Это OKEX с Binance тоже не полный. Он стоил на самом деле даже 2. 2 Ethereum, 1 Dash. Поэтому тут как минимум выстрел. Но если не к паритету, то куда-то на 0.3, на 0.5 вообще как будьте здрасте. Поэтому, ребята, не финансовый совет, дисклеймер. Но походу начнется скоро праздник на нашей улице. Надеюсь, вы держите свои позиции. Кому интересно мое мнение по другим альткоинам, вчера провел 2-часовой лайвстрим по поводу всех-всех-всех вообще альткоинов, которые только можно. Разобрали там, посмотрели. Таймстампов только нет. Кто напишет таймстампов, вставлю в описание обязательно. Вот. Ну и все ссылочки в описании. Лучшие биржи, рабочие обменники, где вы можете с карточки купить крипту и наоборот вывести профит. Хорошие кошельки, холодные аппаратные, наш телеграм-канал, полезные видосы и полезные сервисы для анализа рынка. Ну а так все происходит как по учебнику. Смотрите, страх, шарты, и мы начинаем улетать. Вы поймите, что, ребят, мы никогда не тузамуним, когда все в ракете. Мы тузамуним тогда, когда ракета пустая. И вот сейчас по всем признакам ракета пустая. Так что всем желаю профитролей. С вами был Гринни, это канал Криптокомнат. Спасибо, что смотрите. И увидимся в следующем видосе. Пока-пока.